Восемь вечера. Пора вам узнать главные новости этого дня. Я Алексей Лихман. Начинаем подробности. Есть у кризиса начало, нет у кризиса конца. Когда и чем закончатся премьерские торги? Стоит как шелковый. Какие ямы на обходном пути из Украины в Китай остановили тестовый поезд? Пакистанский теракт. Кто пролил кровь сотен мирных христиан в Лахоре? Утомленные торгами. В Украине пошла десятая неделя выживания в условиях политического кризиса. Чиновники снова кормят обещаниями, что вот-вот договорятся и премьера нового изберут, и Кабмин обновят, и коалицию залатают. Но на сегодняшнем согласительном совете стало понятно, согласием там и не пахнет. Пахнет бартерными сделками. Фронтовики по-прежнему настаивают на Яценюке. Кто и за что готов спасать страну? С народными избранниками общалась Ольга Рыцарь. Эта неделя должна поставить точку в решении политического кризиса. Таким прогнозом нардепы сегодня начинали согласительный совет. В БПП подводят итоги консультации. Все фракции и бывшие коалиции, кроме самопомощи, решили формировать новое большинство и новое правительство. Правда, признают, на технократический Кабмин голосов нет, но альтернативу Яценюку официально все же озвучили. Мы назвали официально кандидата, имоверного кандидата в премьер-министре Володимира Гройсмана. Мы продемонстрировали формат имоверной коалиции в виде блоку Петра Порошенко «Батьковщина», до которой Яценюк гарантовал додать и свою политическую силу, и сам кандидат в премьер-министре продемонстрировал попереднюю свою программу, с которой он готов выступать перед парламентом. Сегодня на заседании фракции нардепы от БПП намерены обсудить детали голосования по кандидатуре нового премьера. И уже в четверг готовы перезагрузить Кабмин. Сам Гройсман уже примиряется к премьерству и заявляет о готовности взять на себя ответственность. Говорит, другого пути преодолеть политический кризис нет. У нас есть фактически два варианта. Вариант первый – это формирование новой коалиции, нового уряда, безвредно к призвищу. И другая позиция – это достойковый парламентский выбор. Я на прошлой неделе встречался с руководителями фракции. На вопрос, если мы сегодня имеем возможность объединяться вокруг действий уряда, который работает, четыре из пяти фракций сказали «нет». Одна фракция сказала так – это фракция Народного фронта. В Народном фронте все еще хотят сохранить премьерский пост за Яценюком и просто заполнить вакантные места в правительстве. Наша политическая сила выступает за восстановление коалиции Европейской Украины и за продолжение реформы уряда на чуле за Яценюком Яценюком. Но если наших партнеров с фракцией БПП это не влаштовывают, пропонуйте свою альтернативу. За кандидата Гройсмана фронтовики тоже голосовать согласны. Но сначала хотят узнать персональный состав нового Кабмина, чтобы формировать коалицию уже под обновленное правительство. А вот в Батьковщине, прежде чем вернуться в большинство, выдвигают свои условия. Спецрежим для фермеров, отмена налога на пенсию и снижение тарифов. Если мы не изменим социально-экономическую стратегию развития государства, докоренно не изменим систему управления государством, приоритеты их реализации, то в принципе только блок Петра Порошенко и Народный фронт поменяются креслами, кому-то премьер-министр, кому-то спикер. Но если не будет изменено все другое, то это означает, что страна будет двигаться на такую самую руйнацию, как она двигалась два предыдущие годы. Мы будем голосовать за призначение нового уряда, который бы нам его не запропонировали, потому что считаем, что единственным инструментом выхода всей политической кризи может быть только политический компромисс. Самопомощь в кадровых переговорах не участвует. Там предпочитают молчать. Ничего не говорят и об итогах выборов мэра Кривого Рога, на проведение которых так настаивала их фракция. Уже сегодня стало известно городским головой стол Юрий Вилкул. Перемога нашего кандидата – это перемога профессионализма, створения конкретных, добрых справ для города, перемога над беззаконным и популизмом. Мы очень довольны этими результатами. Я особенно подкресил то, что, когда было с порушением всех законов, с порушением всех регламентов, принято решение по перевыбору в Кормородзе, правда была за нами, и час показал, что мы отстояли. Наш кандидат отстоял всю правду, перемог достойно, перемог впевненно. Завтра первым делом депутаты планируют голосовать за отставку генпрокурора Виктора Шокина, а потом снова решать, что делать с правительством. Ольга Рыцар, Алексей Шматов, подробности в телеканал «Интер». Скандал между нардепом Пашинским и Евросоюзом. Автор законопроекта в несудебной конфискации Сергей Пашинский обиделся на информацию, появившуюся в интернете, о том, что его проект раскритиковали европейцы, и заявил, что это не так. Но, похоже, Пашинский, мягко говоря, лукавит. В ЕС уже отреагировали на скандальное замечание нардепа Народного фронта, и в подтверждение его ложных заявлений разместили на своей странице в Фейсбуке комментарии. Из него следует критика проекта Пашинского. Это не просто частное высказывание представительства в Украине, а его официальная позиция Евросоюза. В эти минуты лидеры парламентских фракций собираются на встречу с президентом. Ранее в администрации прошло заседание фракции БПП. О чем говорят депутаты и каких результатов ждут, узнавала моя коллега Анна Каменева. Она с нами на связи. Аня, я тебя приветствую. С кем тебе удалось пообщаться и что удалось узнать на эту минуту? Прошу. Здравствуй, Алексей. Еще к пяти вечера на Банковой начали сходиться депутаты из БПП на заседание своей фракции. Говорят, главный вопрос это рассмотреть кандидатуру Владимира Гройсмана на должность премьер-министра и выслушать его программу действий. Кроме того, на заседании будут решать, как же голосовать завтра за отставку генпрокурора Шокина. На заседание фракции позже присоединился и президент, говорят депутаты. Все это проходило за закрытыми для прессы дверями. Пока что итогов заседания нет. Но вот чуть ранее вышел к журналистам депутат от БПП Вадим Денисенко и сообщил промежуточные результаты обсуждения кандидатуры Гройсмана. Выступили от групп, фракции делаются на ряд групп. То есть, фактически, ну не фактически, все группы поддерживали кандидатуру Владимира Гройсмана. Но остаточного голосования за выслушивание еще нет. Когда я выходил, то еще не было ни одной человеки, которая поднялась бы и сказала, что она выступает против Владимира Гройсмана как кандидата премьер-министра. Если БПП, в принципе, за Гройсмана, то еще окончательно неизвестно, как же проголосуют другие потенциальные участники коалиции. Народный фронт, Батьковщина и Радикальная партия. Самопомощь еще ранее заявила, что остается в оппозиции. Больше всего торгуются фронтовики, говорят нардепы из БПП. И понять их настрой о поддержке Гройсмана весьма сложно. Мы не можем разуметь. Народного фронта 7-пятниц на неделю. То так, то так. Ну, а другие, знаете, каждая фракция торгуется. Все понимают, что там, может, голосов где-то не выстачит. У кого-то там свербит генеральный прокурор, у кого еще там что-то, кто-то там министров хочет. Треба тоже в себе мати мощность встать и сказать, если так случилось, что, маю честь, пить его отставку. А когда ты вцепился, как краб в это кресло, ну, это не по-мужски. В последнем часу стало больше разумов про то, что Народный фронт может поддерживать кого-то альтернативного в обмен на кадровые преференции. Они зберегали за собой Министерство внутренних справ для Авакова, Министерство юстиции для Петренко. Потом была пропозиция Натальи Севастяновой на посаду генерального прокурора. Министр света Гриневич тоже в их квоте. И на министра транспорта у них тоже есть своя кандидатура. Покажем, в Народном фронте заявили только об одном кадровом решении. Публично заявили, если Гройсмана изберут премьером, то им достанется кресло спикера парламента, на которое сядет Андрей Порубей. Сегодня, кстати, проходило также заседание фракции Народного фронта, но что на нем решили, пока неизвестно. В эти минуты должна начаться встреча лидеров фракции и депутатских групп с президентом. Но пока что представителей этих фракций и групп мы здесь не видели. Возможно, они зашли через другие двери. Но на этой встрече должны обсудить, конечно же, вопросы и коалиции, и назначение нового премьера. Как сегодня сообщил Гройсман, если все договорятся сегодня, то уже завтра возможно поставить этот вопрос на голосование в сессионном зале. Еще ранее президент требовал разрешить политический кризис до 29 марта, то есть до завтрашнего дня. Ну что ж, посмотрим, как закончится эта встреча сегодня. Алексей. Спасибо, Аня. Судя по всем признакам, эта встреча будет решающей, поэтому узнавай информации больше, ближе к концу выпуска еще раз с тобой пообщаемся. Пока спасибо. Это была Анна Каменева. Она работает в администрации президента в эти минуты. В Кривом Роге завершилась гонка за мэрское кресло. Победил действующий градоначальник Юрий Вилкул. Неочередные выборы прошли в воскресенье, а сегодня, после полудня, уже опубликовали результаты подсчета голосов. Все подробности знает Геннадий Вивденко. Выбора нет. Есть один претендент. Вот мы за него и голосуем. Выборы в Кривом Роге прошли невиданно спокойно. По сравнению с предыдущими, скандальными и шумными, проводились акции гражданского неповиновения. Парламент даже принимал специальный закон об этих перевыборах. Вчера на избирательные участки пришли больше горожан, чем на предыдущем волеизъявлении. В зависимости от района от 5 до 20 процентов. Явка поразила всех своей результативностью. То есть, сами избиратели очень ответственно подошли к этим выборам. Из этого видно, что активность и жизненная позиция горожан, четко выразивших свою позицию, она определилась. Наблюдатели на выборах говорят, что на самом деле реальной борьбы и не видели. Соперники победителя Юрия Вилкула, видимо, избрали неверный метод борьбы. Такое создает впечатление, что сейчас наша избирательная компания в Украине немножко трансформировалась в противостояние в информационной сфере, а не в реальной, в понимании, в классическом понимании, когда кандидаты встречаются с избирателями, проводят десятки встреч с избирателями, убеждают, спорят и в итоге получают, набирают голоса за счет того, что они предложили определенную правильную программу, в которую поверят люди. Голоса подсчитали быстро, уже после обеда, на следующий день, после воли изъявления. Действующий мэр Юрий Вилкул набрал 74 процента голосов. Ближайший преследователь Семен Семенченко чуть более 10. Если, например, они не захочут погодиться с теми результатами, которые будут, то мы же видели, в принципе, что происходило у нас в листопаде, в грудне. И вот хочется, чтобы, в принципе, не было подстав, не было подстав для этих действий. Поэтому сейчас просто общество, влада, они должны сделать все, чтобы побегать любому прояву насильства. В день выборов практически не было провокаций. В городе надеются, что их и не будет, и в дальнейшем. Геннадий Вивденко, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Из Кривого Рога. Выборы в Кривом Роге горячо обсуждают в соцсетях. Народные депутаты из разных фракций называют это голосование цирком и спектаклем. Многие политики недоумевают, зачем «Самопомич» выдвинула именно Семенченко. Ведь он политик без особого опыта, без биографии. Причем его обвиняли в том, что при подаче документов в Центр избирком он подавал неправдивые сведения. Так Борислав Береза на своей странице в Фейсбуке заявил, «Самопомич» просто слила выборы в Кривом Роге. И при этом проиграла сама партия, а не кандидат. Ирина Геращенко из БПП написала, что ей стыдно за эту политсилу. Выдвинув Семенченко, «Самопомич» продемонстрировала неуважение к местным жителям. А вот Сергей Каплин из партии «Простых людей» предлагает «Самопомичи» вернуть деньги, потраченные с бюджета на перевыборы. Почему кандидат от «Самопомичи» Семенченко поддержали почти в 7 раз меньше избирателей, чем его конкуренты? И как такой финал может отразиться на партии в целом? Вот что мы услышали от политологов. Вот эта предвыборная эпопея изрядно надоела криворожанам. И, собственно, они продемонстрировали лучше вилку, которую хорошо знаем, чем залетные парашютисты с непонятной ему очень мутной биографией. В соцсетях вовсю жалуются о том, что Семен Семенченко, уподобившись Винни-Пуху, полез за медом к неправильным пчелам. Очень серьезный репутационный удар. Об этом предупреждали «Самопомощь», предупреждали о том, что игра с законом, который продемонстрировала «Самопомощь» Кадана, шантажируя Верховную Раду, президента, требовала вот этих выборов, которые, собственно говоря, произошли вопреки норме закона. И на выходе пшик. Поэтому, как я и предлагал в декабре, уместно было бы поставить вопрос о том, чтобы «Самопомощь» из партийной кассы перечислила 5-6 миллионов в бюджет на компенсацию вот этих издержек. Вот такой подвийный удар, на мою думку, партии будет достаточно сложно пережить. Особенно этот удар, он последует на фоне того, что партия только имиджево постраждала от отмоги отчаять уряд, руководителем партии. Втраты, которые понесло общество, держава от этой авантюры, кривористской авантюры, они вообще не могут обраховывать. Адже дело даже не в тех 6 миллионов гривен, которые держава на эти выборы, а дело, перед всем, в втраченном депутатском времени. Два месяца депутаты, вместо того, чтобы принимать реформи, социально важливые законы, они воювали вокруг вопроса кривого рога. Урок, конечно же, из этой истории самопомощи надо выучить, уяснить и выучить, поскольку они решили выборы политизировать. Слишком были политизированы, рассматривали чуть ли не как борьба добра и зла, делали из них такой судьбоносный политический характер. Но люди думали иначе, они хотели что-то предсказуемое, что-то надежное, стабильное. И они предпочли хозяйственника, а не политика. Люди, очевидно, сегодня хотят синиться в руках, а не политический журавль в небе. Не скрывают радости в оппозиционном блоке, выборы в Кривом Роге там вообще считают началом конца существующей коалиции. Сегодня хочу всех поздравить, закончилась вакханалия беззакония, которая творилась в Кривом Роге сегодня. И страна увидела первый раз уже до конца, что король голый, что все эти крикуны, которые рассказывали, что за ними народ, что за ними все, оказались без ничего. Теперь скажите мне, на деньги, потраченные благодаря вот этим семенчинкам всяким, можно было накормить по крайней мере всех врачей, всех бюджетников города Кривого Рога. Тем не менее, мы обязательно победим, потому что сегодня уже готовимся к серьезным экономическим мерам спасения страны от этих вот семенчинков. Кривой Рог, ну что, это начало конца этого вот бездарного правительства, это начало конца отсутствующей в стране коалиции и начало новых выборов. По дороге в один конец. На границе Казахстана и КНР застрял тестовый грузовой состав на новом шелковом пути. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на исследовательский центр логистической компании «Замля». Поезд был помпезно запущен с подачи кабмина по маршруту Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Китай. Также помпезно презентован правительством в рамках проекта «Новый шелковый путь». Программу разработали после того, как Россия запретила Украине транспортировать грузы по своей территории. Состав отправился из Ильичевска еще в середине января, но из-за отсутствия клиентов остановился на полпути. И это при том, что сразу после старта проекта власти уверяли, все идет по плану, развернув масштабную пиар-компанию этого события. И довести России, что экономическая и транзитная блокада Украины провалится. И она провалилась. До китайской границы экспериментальный поезд добирался вместо запланированных 11 суток почти 16. И это при благоприятных условиях. Прибыл 31 января, но в обратную сторону так и не тронулся. Хотя в Украинской залезной все анонсировали его возвращение не позднее 17 марта. Тестовый запуск, говорят эксперты компании «Замблер», выявил слабые места проекта. Хотя уже на этапе подготовки было понятно, время доставки значительно увеличится по сравнению с обычным путем через Россию. А нерегулярность рейсов не позволит бизнесу планировать загрузку. Дополнительные сложности неминуемы и из-за двух морских этапов маршрута. Это четыре захода в порты, заезд на паромы, и спецоборудование, и штормы, которые зимой случаются чаще. Но все эти факторы в Кабмине почему-то не учли. Выборы на Донбассе. Кто возглавит освобожденные области, план восстановления разрушенного войной региона и судьба генпрокурора. Об этом сегодня, пребывая в зоне АТО, рассказал президент Украины. Все подробности в сюжете Ирины Баглай. Выборы на Донбассе – путь к восстановлению суверенности страны. Как только российские войска покинут территорию Украины, в регионе и на оккупированной территории могут быть проведены честные выборы, заявил президент Порошенко. И официальный Киев готов сотрудничать с теми, кого выберут местные жители. Будь-хто, кто не замирал руки в крови, кто имеет Украину в сердце, принимает решение брать участие в всех выборах и будет выбранным народом Донбасса, я, как президент Украины, буду мать с ним справа. Сможно будем работать над украшением ситуации на Донбассе. Если пан Ахмеда или пан Бойко принимают решение балотироваться и выиграют выборы и получают поддержку Донбасса, это будет выбор людей Донбасса. Я наголошу на этом, что там восстановление должно идти не через призначение воинской администрации, а через механизмы выборы. Восстановлением Донбасса займется международный донорский фонд, сообщил президент. И Европа, и США уже взяли на себя обязательства и готовы к реализации этого пункта минских договоренностей. Как только здесь установится мир. В ближайшее время в рамках децентрализации регион получит более 2 миллиардов гривен. И разгромленные объекты будут отстроены, как и здания в Николаевке. В 2014 году во время боев за Славянск там был разрушен подъезд жилого дома. Сейчас восстановлен и он, и все учебные заведения. Во время поездки в Краматорск Порошенко также прокомментировал ситуацию вокруг генпрокурора, а еще дал совет некоторым политикам. По прокуратуре генеральный прокурор написал заяву правительства. Я, как президент, користуючись своими конституционными повноважениями, внес питание на розгляд Верховной Рады. Раджу народным депутатам ходить на заседания Верховной Рады и вызначать долю генерального прокурора, как того вымагает Конституция. Вся решта, иногда, отбукавлена. Сегодня же президент вручил государственные награды местным медикам, которые продолжали спасать людей во время боевых действий, а также передал 60 карет скорой помощи. Ирина Баглай, Александр Данилов, Николай Терещенко из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Я напомню, что о необходимости проведения выборов на Донбассе на прошлой неделе говорили главные дипломаты США и Германии. Глава немецкого МИДа Франк Вальтерштанмайер заявил, что выборы нельзя откладывать до бесконечности. Это главное условие для восстановления мира на этой территории. Модальность выборов на востоке Украины обсуждал и госсекретарь США Джон Керри на переговорах в Москве. На Мариупольском направлении боевики активно стягивают к линии фронта артиллерию и танки. За минувшие сутки противник пять раз открывал огонь по нашим позициям. Самая горячая точка сейчас вблизи оккупированного Докучаевска. Там боевики не оставляют попыток выбить наших военных с господствующих высот. Продолжит наш военный корреспондент Станислав Кухарчук. Над позициями возле оккупированного Докучаевска садится солнце. И вечерняя тишина только настораживает военных. За несколько часов до нашего приезда по левому флангу этих позиций били вражеские минометы. Обстрел закончился так же неожиданно, как и начался, говорит командир опорного пункта. Поэтому ночью от боевиков надо ждать новых сюрпризов. Своей 23 Михаил уже командует взводом, который удерживает одну из высот в пригороде Докучаевска. Задача не из легких. Боевики постоянно пытаются выбить его подразделение отсюда. Наш разговор с офицером прерывает тревожное сообщение по рации. Позиции боевиков всего в километре от высотки, как раз на въезде в Докучаевск. На огневой все бойцы приведены в полную боевую готовность. Но на этот раз в ответ ребята не стреляют. Просто не успели засечь. Откуда по ним били? Почти до четырех утра на позициях царит полная тишина. Пулеметчик с позывным Одесса только заступил на пост. Но он уверен, боевики что-то планируют. Здесь еще не было ни одного дня, чтобы вражеская ДРГ не пыталась зайти в тыл нашим подразделениям. Они стараются так обойти сюда и по Петерикон, обойти до наших зайти, потому что, чтобы сзади забрать. Но у них не получается, потому что мы их тут наблюдаем и отрабатываем постоянно. И они назад уходят. Но лезут. И полезли. Буквально через полчаса ребята засекли движение в балке. С вражеского блокпоста ДРГ начал прикрывать пулемет. Опа. Работает. Работает. Давай еще. Дима. Дима. Огонь бойца открывает только в случае крайней опасности. Как только над позициями встает солнце, перестрелка стихает. Утром с высотки видно почти весь оккупированный Докучаевск. За последний месяц военным удалось взять город в полукольцо. И похоже, что боевикам это не совсем по вкусу. Техника у них подходит. И артиллерия. Гаубичная, самохидная артиллерия у них есть. Сейчас они стягнули сюда. БМП, танки. Тоже. Вот прямо вот на этот напрямок. Они боятся просто, чтобы мы... Тут фактически уже километр до места. Чтобы мы просто в место не вошли. Брать город пока приказа не было. Поэтому наши военные укрепляются и глубже вкапываются в землю. Если боевики начнут применять тяжелую артиллерию, спасти смогут только окопы. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Николай Кендратенко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Адвокаты украинских политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченко обжаловали их приговоры в Верховном суде России. Жалоба была направлена через аппарат уполномоченного по правам человека в РФ. Напомню, Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в августе прошлого года. Российский суд признал его виновным в террористической деятельности в Крыму после незаконного присоединения полуострова к России. Второй фигурант этого дела Александр Кольченко получил 10 лет. В начале марта Украина официально обратилась к России с просьбой выдать ей осужденных украинцев. Министерство юстиции РФ тогда обещало рассмотреть обращение в течение месяца. Количество жертв брюссельских терактов возросло уже до 35 человек. И эта печальная статистика не окончательна. Ведь еще около 10 человек находятся на грани жизни и смерти в больницах. Тем временем от властей ждут ответов, кто и как будет наказан за случившееся. И где гарантии, что трагедия не повторится. Сюжет Софии Гордиенко из Брюсселя. Удивительная картина. Самое популярное место Брюсселя. Это гранд пляс, практически пустое. Путешественники обходят его стороной. Да даже сюда и приехать туристу невозможно. Большинство рейсов отменены. В сердце города сегодня площадь биржи. Здесь нет места страху. Много людей, цветов, посланий и эмоций. Правда не всегда приятных. Вчера с лозунгами «Мы у себя дома» сюда пришли 400 утрос. Разгоряченных пивом хулиганов полицейским пришлось оттеснять и успокаивать избранцбойтов. Мэр Брюсселя разозлился не на шутку. Мол, о месте встречи «Ультрас» полиция знала, но ничего не сделала, чтобы не пустить их в Брюссель. Они все собрались в Вильварде. Полиция Вильварда не сделала ничего. И федеральная полиция тоже знала и не помешала им приехать в Брюссель. Это ответственность министра внутренних дел. Как контролируют сегодня вокзалы и самое популярное направление, скоростной поезд на Париж, где в прошлом году удалось предотвратить теракт, решили проверить журналисты. Прошли с чемоданами через все пункты контроля. И никто не поинтересовался, а что везут. Вы вообще проверяете багаж? Да-да, конечно, если кто-то подозрительный. Тем временем полиция пытается установить личность человека с камер наблюдения в аэропорту. В Панаме, в светлых одеждах, вот он справа от братьев Эль-Бакраи. В начале его приняли за Файсала Шефу, человека, выдававшего себя за журналиста, который делал репортажи о нарушениях прав мусульман. Крики, которые вы слышите, это заключенные. Им в Рамадан не приносят еду после 10 вечера, а раньше они есть не могут. Их крики – это призыв о помощи ко всему миру. Кроме сочувствия заключенным, которым дают есть три раза в день, но не ночью, он прославился еще и агитацией за ИГИЛ в лагере для беженцев. Однако сегодня стало известно, что на снимках и видео из аэропорта все-таки не он. Файсала Шефу судья посчитал не опасным и отпустил на свободу. Соучастников терактов ищут до сих пор. София Гордиенко, Василий Трышковский. Подробности телеканал Интер. Брюссель, Бельгия. А Пакистан приходит в себя после Кровавой Пасхи. От взрыва в Лахоре, по последним данным, пострадали более 300 человек. Погибли 72. Кто взял на себя ответственность за нападение на христиан? И почему народ обвиняет во всем правительство? Подробности в сюжете. В это воскресенье в парке развлечений Гульшан детей было особенно много. Христиане семьями пришли отдохнуть в светлый праздник Пасхи. Террорист-смертник взорвал себя у главных ворот, недалеко от детской площадки. Я был возле детских каруселей, когда прогремел взрыв. Прибежав к месту происшествия, мы увидели лужи крови. Везде лежали раненые и погибшие. По некоторым данным, среди жертв почти половина дети. Многих отвезли в больницу Джинан. Пациентов было так много, что врачи оказывали помощь прямо на полу в коридорах. Власти провинции ежеминутно мониторят ситуацию. Все учреждения работают. Больницы в повышенном режиме готовности всех медиков вывели на работу. По словам полиции, теракт устроил 28-летний Юсуф Фарид из провинции Пенджаб. Он принадлежал группировке Джамаат Уляхрар, которая, в свою очередь, связана с движением Техрик-э-Талибан-Пакистан. Боевики взяли ответственность за взрыв и подтвердили, что планировали атаку именно против христиан, отмечавших Пасху. В Пакистане около двух миллионов христиан. Почему исламистам так легко удалось совершить задуманное? Правозащитники во всем обвиняют правительство. Все знали, что вчера была Пасха. Все знали, что женщины и дети пойдут в парк. Почему не обеспечили безопасность? Это вина властей. Несмотря на циничность преступления, новостные ленты не пестрят жесткими заявлениями, как это было на прошлой неделе после тройного взрыва в Брюсселе. Одно из первых теракт осудила пакистанка. Юная правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсуфзай. Сегодня в своем обращении об этой трагедии говорил и папа римский Франциск. Выражаю свои соболезнования всем, кто пострадал в результате этого жестокого преступления. Прошу всех молиться Господу за жертв и их родственников. И призываю власти приложить все усилия, чтобы обеспечить безопасность людей. В стране объявлен трехдневный траур. Не работают школы, суды, рынки. Спецслужбы, армия и полиция проводят масштабные рейды в разных частях провинции. Ирина Иванова, подробности, телеканал Интер. Вы смотрите подробности и вот о чем узнаете после очень короткой паузы. Квартирно-коррупционный вопрос. За что лишают крыши над головой бывшего замгенпрокурора? Дело ривненского стрелка. В городе взялись за распоясавшегося правоохранителя. Бывший замгенпрокурора Виталий Касько может остаться не только без должности, но и без крыши над головой. Печерский райсуд арестовал его жилье. Почему? В нашем следующем материале. Ходатайство об аресте жилья, где обитает бывший замгенпрокурора, в Печерский районный суд направил Виктор Шокин. Мол, два года назад Виталий Касько незаконно приватизировал служебную квартиру. И квартиру, кстати, немаленькую, 155 квадратных метров. Вот дом, в котором она находится, в Печерском районе Киева, на проспекте Дружбы народов. Виталий Касько не проживал в этом доме? А зачем вам это? МВД, там туда обращайтесь. Кстати, это не единственное служебное жилье, выделенное Касько генпрокуратурой. Сначала он получил однокомнатную квартиру еще в 2003-м, когда работал старшим прокурором в центральном аппарате ГПУ. Позже ее приватизировала мать Виталия, у которой на тот момент уже была трешка в Соломинском районе столицы. После ухода из генпрокуратуры Виталий несколько лет занимался частной адвокатской практикой. А вернувшись в ГПУ в 2007-м, не погнушался снова потребовать квадратные метры. Жить с матерью, сестрой и дедушкой в трешке слишком тесно. А ранее полученной однокомнатной даже не упомянул. В январе 2010-го Касько, возглавлявшему тогда Международное правовое управление ГПУ, выделили вторую служебную квартиру, на этот раз трехкомнатную. Это государственная квартира, которая надается прокурору. Службовое житло. Диа Каська прямо подпадает подознаку злочину шахрайства. То есть он завладел государственным майном, а самая квартира, шляхом обману. Спустя полгода эта квартира исчезла из списка служебных. А весной 2014-го Касько ее приватизировал. Хотя на тот момент в органах прокуратуры не работал. Зам генпрокурора его назначили спустя пару месяцев. У нас есть ордеры на жилые промещения, которые получались свидетельство про право властности. И все это, что я говорю, эти распоряжения, которые подтверждают все то, что я наразе сказал. По оценкам риэлторов, трешка меньшей площадью в этом жилом комплексе сейчас продается за 8,5 миллионов гривен. То есть квартира Касько может стоить еще дороже. В феврале этого года ГПУ открыло уголовное производство, обвинив Касько в мошенничестве. А спустя несколько дней тот написал заявление об отставке. И вот прошел месяц. Печерский районный суд постановил квартиру арестовать. Правда, решение это Касько еще может оспорить в апелляционном суде. Будет ли он это делать, узнать не удалось. Весь день бывший замгенпрокурора на звонки не отвечал. Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Глава черкасской полиции погорел на взятке. На пару замдиректора института последипломного образования Академии МВД. Как сообщили в генпрокуратуре, чиновники предлагали заместителю главы нацполиции Украины 2000 долларов и талоны на 400 литров бензина за помощь переаттестации своих сотрудников. Теперь им грозит до 10 лет тюрьмы. Людина, який хотели передать хабар, тобто заступник головы нацполиции, поведомил про это органы прокуратуры. И сегодня мы на горячем затримали этих двух посадовцев. Порушено криминальное проведение за частью четвертою 369. Тобто намагание передати неправомирную выгоду особе, яка займае особливо ответственное становище. А в Ривне судьи взялись за стрелка в погонах. Помните историю, как бывший замначальник отдела спецоперации МВД устроил стрельбу на трассе, ранил из стабильного оружия двоих дальнобойщиков и долго потом скрывался. Сегодня, простите, Михаил Бузынарский рассказывал свою версию случившегося. На кого валил все, расскажет Инна Белецкая. В Гощинский райсуд предварительное слушание по делу Михаила Бузынарского полтора года назад в этом районе на трассе Киевчоп замначальника отдела спецоперации МВД открыл стрельбу по двоим дальнобойщикам. Только за то, что они сделали ему замечание после того, как Бузынарский подрезал фуру. Машина чуть было не оказалась в кювете. Обвиняемый просит заседание перенести. Дескать, адвокат заболел. Мой адвокат, который инвалидом войны, сейчас также попал в лекарню. Все подтверждающие данные он из больницы, из лекарни, не мог мне, на жаль, надеслать. Обвиняемый просит суд обратить внимание на частые болезни и подсудимого, и его защитника. Это не по одиноких случаях, когда пан Бузынарский, его защитник, заявлял в судовом заседании, в том числе и перед направлением виновального акта, про то, что они хворяют, однако никаких подтверждающих документов или лекарственных закладов они не называли. И когда мы проверяли эту информацию, то она не подтверждывалась. Заседание снова переносят. Бузынарский свою вину по-прежнему не признает. Но в этот раз свои действия на дороге объясняет спецзаданием. В законе четко прописано, как должен действовать работник специального подраздела согласно своих посадовых обоисков. Именно так я и делаю. А вы перебывали при выполнении посадов? Конечно. В тот момент? В тот момент. Едучи по трассе Киевчоп? Едучи по трассе Киевчоп. Потерпевший шокированный версией о спецзадании. Может, спецоперацию выполнил под стрелом дальнобойщиков. Но если вы наполягали на такой версии, что это стрел дальнобойщиков из спецоперации, то на его совесть, хай будет так. У Василия после встречи с Бузинарским на трассе сквозное ранение живота и руки. У его напарника прострелены обе ноги. Говорят, обвиняемый им звонил и убедительно просил не давать показаний в суде. Но из собственных источников нам стало известно, адвокат будет просить суд о закрытом режиме заседания. Якобы то, о чем обвиняемый будет говорить государственная тайна. Ведь он руководил спецоперациями в АТО. Впрочем, у следствия другие данные. В зоне антитеррористической операции Михаил Бузинарский пробыл всего 4 дня. А табельное оружие, пистолет системы Стечкина, из которого стрелял дальнобойщиков, он должен был сдать еще до отбытия на восток. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ревненская область. Причиной крушения дубайского Боинга в Ростове-на-Дону мог стать конфликт между пилотами. Об этом сообщает коммерсант со ссылкой на экспертов. При повторной попытке приземления, которую осуществляли в ручном режиме, между членами экипажа якобы возникли разногласия. После того, как лайнер посадить не удалось, и он вновь стал набирать высоту, один из членов команды попытался увеличить скорость, а другой в это время выполнил прямо противоположный маневр и предпринял попытку опустить нос машины. Официальную версию катастрофы огласят после окончания расследования. Напомню, трагедия произошла 19 марта. В результате крушения лайнера компании Fly Dubai в Ростове-на-Дону погибли все 62 человека, находившиеся на борту. Опасное селфи. Ангелу Меркель обвинили в том, что она фотографировалась с одним из брюссельских террористов. Кто на самом деле был на снимке и какие новые интеграционные законы для беженцев разрабатывают немцы, все расскажет Татьяна Лагунова. Этот снимок, сделанный в лагере для беженцев в Берлине, в прошлом году уже второй день бурно обсуждают в сети. На селфи канцлер Ангела Меркель и молодой сириец. И дело не в фото, а в комментарии к нему. Анонимный пользователь перепостил снимок в социальных сетях и предположил, Меркель позирует с одним из террористов, который подорвал себя в аэропорту Брюсселя, над Джимом Лашрауи. Мол, очень похож. Эту информацию быстро подхватили СМИ, особенно российские, и понеслось. Репутацию Меркель спас беженец, который сделал селфи. Она с Мадамани обратился к журналистам и рассказал, на фото он жив-здоров, живет в Берлине, учит немецкий, в Брюсселе никогда не был. Но очень расстроен, что некоторые использовали внешнее сходство с террористом для разжигания ненависти к беженцам. Тем временем немецкие политики думают, как быстрее и эффективнее интегрировать новых жителей Германии в немецкое общество. Свой рецепт на днях предложил министр внутренних дел страны. Он до банальности просто обязать беженцев учить язык и работать. Предложение Демезьера уже называют новым интеграционным законом. Его основной пункт таков, если в течение трех лет беженцы будут отказываться учить немецкий и отклонять предложение о трудоустройстве. Германия откажет им в получении постоянного вида нажительства. И еще место проживания беженцев будут определять исключительно миграционные службы. Мы не хотим, чтобы создавались гетто, чтобы в одном месте концентрировались социальные риски. Нужно, чтобы беженцы, пока у них нет работы, они не могут себя обеспечивать, жили там, где мы, как государство считает правильным, а не они. Тем временем беженцы продолжают пребывать в Европу. После закрытия балканского маршрута появился альтернативный, итальянский. Из Турции или Греции люди на небольших кораблях пересекают Средиземное море и попадают в Италию, а оттуда дальше. Стоимость такой длительной переправы до 5000 евро. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Как в Нью-Йорке похоронили Дональда Трампа? И кого развлекали Стинк и Дженнифер Лопес в московском ресторане? Об этом и не только наш обзор. Парад пасхальных шляпок состоялся в Нью-Йорке. Сотни людей собрались на знаменитой Пятой Авеню в центре города, чтобы продемонстрировать праздничные головные уборы. Чаще всего шляпки украшали пасхальные кролики, яйца, цветы и сладости. В причудливые костюмы некоторые участники нарядили даже своих домашних питомцев. Парад пасхальных шляпок проходит в Нью-Йорке каждый год и уже стал визитной карточкой города. Традиции более 100 лет. Свадьба века. В Москве женился сын президента и основателя Руснефти Михаила Гуцериева. В одном ресторане для молодоженов спели Стинг, Патрисия Касс, Дженнифер Лопес, Энрике Иглайсиас и Алла Пугачева. По некоторым данным, торжество обошлось в 10 миллионов евро, только гонорары звезд составили несколько миллионов. Самые большие, полтора миллиона и миллион, получили Стинг и Дженнифер Лопес. Саид и Хадижа. Свадьба Саида и Хадижа. Меньше всех 300 тысяч евро запросила Алла Пугачева. Пригласите! Пригласите! В Мексике проснулся вулкан Попа-Катепетль. Из кратера вырвался столб раскаленного пепла и дыма высотой в 2 километра. Извержение было хорошо видно во всех близлежащих поселениях. Местные власти попросили жителей плотно закрыть окна и двери в домах, а также дышать через влажные повязки. Опасной объявили территорию в радиусе 12 километров вокруг вулкана, но решили обойтись без эвакуации. В США арбитр уложил игрока на лопатки прямо во время игры. На студенческом матче по хоккею между Мичиганом и Северной Джакотой игрок, забив гол, не рассчитал скорость и на полном ходу врезался в судью. Рефери не только устоял на ногах, но еще и молниеносно обезвредил хоккеиста, после чего спокойно зафиксировал гол. Похоронили. В соцсетях появилось фото с якобы надгробием политика, установленным в Центральном парке Нью-Йорка. Даты смерти на нем пока нет, только надпись. Заставим Америку снова ненавидеть. Фраза созвучна с предвыборным лозунгом кандидата от республиканцев. Сделаем Америку снова великой. Позже выяснилась эта шутка. Фотографию сделали в фотошопе. И если Трампа похоронили понарошку, то чучело Обамы сожгли по-настоящему. В Венесуэле в этом году наряду с куклами местных чиновников жгли чучело президентов Ша Барака Обамы и Венесуэлы Николаса Мадуро. Во время празднования католической Пасхи в стране принято сжигать так называемых иуд. Чучело политиков, которые за год больше всего разочаровали венесуэльцев. Не только человеческие дети не любят купаться. В одном из китайских зоопарков большая панда пыталась помыть своего малыша. Тот всячески стремился избежать водных процедур. Удержать маленького проказника панда пыталась даже зубами. Кейти напугала Великобританию. Соединенное Королевство пережило сильнейший за год ураган, но отделалась легким испугом. Наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко тоже прочувствовала на себе все последствия шторма. Вряд ли нашлись в Англии те, кто прошлой ночью спал спокойно. Сильнейшие порывы ветра, дождь, барабанящий по стеклам и крышам. Впечатление, будто за окном настоящий апокалипсис. Но это был всего лишь шторм. Просто будьте готовы. Будет сильный дождь, гром и молния. А на севере даже выпадет снег. Все это проказы Кейти, 11-го по счету урагана в этом году. И самого мощного порывы ветра достигали 48 метров в секунду. Некоторые районы затопило, побережье накрыло волнами, шквальный ветер оборвал провода, дома остались без электричества. Все утро в лондонских аэропортах Гатвик и Хитруу не могли совершить посадку самолеты. Пришлось отменить 100 рейсов и еще больше перенаправить в другие города. На автобанах и железных дорогах заторы из-за поваленных деревьев. Несколько машин перевернулись, но пассажиры получили лишь легкие травмы. Никто не пострадал и в пригороде столицы, в этом башенном кране, который согнуло как соломинку. Последствия Кейти в Лондоне можно увидеть повсюду. Это вот пример бытового неудобства для моих соседей. У них в патио стоят огромные вазоны с деревьями, два из которых опрокинулись. Люди не пострадали, а делались легким испугом. Вообще жертв или серьезных ранений удалось избежать благодаря хорошей подготовке британцев. Хотя сорванные крыши и обвалившиеся стены вполне могли кого-то пришибить. Но народ не отчаивался. Некоторые даже умудрились в футбол поиграть. Впрочем, не всегда удачно. Хорошо, что в стране все еще пасхальные выходные. Никто сегодня не опоздал на работу из-за непогоды. Вообще британцы с традиционным юмором отнеслись к шторму. Выкладывали в сеть видео с комментариями. А вот эта запись с Белкой вовсе стала хитом интернета. Оксана Кундеренко и Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер. У двоих представителей блока Петра Порошенко все-таки отобрали мандаты. Николай Томенко и Егор Фирсов с сегодняшнего дня уже не депутаты. Для такого решения ЦИК оказалось достаточно соответствующего решения БПП. Новые мандаты уже выписаны Александру Бригинцу и Дмитрию Белоцерковцу. Напомню, Фирсова и Томенко БППшники исключили своих рядов в пятницу за их выход из фракции. Сами депутаты назвали решение съезда беспрецедентным и незаконным. А вот как объясняют все в ЦИКе. Императивный мандат в Конституции есть в статии 81. Как бы мы до этого не ставились. И нам важно понимать, что решение про достроковое припинение повноважений народных депутатов Украины принимала не Центральная выборчая комиссия, а политическая партия в особе высшего керевного органа. Центральная выборчая комиссия на сегодняшнем заседании принимала лишь одно решение, а властное, которое касается заполнения вакансий в Верховной Раде Украины, то есть вызвание выбранными двух следующих кандидатов в список блоков Петра Порошенко «Солидарность». И возвращаемся опять к администрации президента, где ожидается встреча лидеров фракции с главой государства. На прямой связи Анна Каменева. Аня, я тебя приветствую. Что удалось узнать? Ну и самое главное, встреча началась или все еще затягивается? Здравствуйте, еще раз Алексей. Встреча с лидерами фракции из Порошенко еще не началась. Ее перенесли на 9 вечера. Но вот 10 минут назад депутаты из фракции БПП вышли из своего заседания, которое проходило в администрации президента, и объявили, что на этой встрече обсуждался главный вопрос, это рассмотрение кандидатуры Владимира Гройсмана на должность премьер-министра. Практически единогласно депутаты из БПП поддержали его кандидатуру. Один депутат против, двое воздержались от ответа. Ну а в принципе еще один важный момент, который прозвучал здесь на этом заседании, и выдвинули условия. Какое? Прошу послушать. За пропозицию самих депутатов было принято одностайное решение. Если Яценюк добровольно не напишет заяву про отставку, наша фракция в полном складе выходит из коалиции. Ну вот у журналиста возник вопрос, коалиции в принципе ж до юра не существует, по крайней мере последние дни об этом говорят все депутаты, но в БПП все депутаты, которые с нами общались, только что сказали, что если выйдет самая большая фракция БПП из коалиции, то уже не будет никаких вопросов к юридической составляющей, существует ли коалиция или нет. Ну и дали неделю на размышления для Яценюка, это дедлайн. Кроме того, на заседании фракции БПП говорили и о возможных министрах, которые войдут в команду БПП. Вот какие фамилии звучали. Ну и также на этом заседании фракции говорили и о еще одном важном вопросе, о голосовании, завтрашнем голосовании за отставку Виктора Шокина, генпрокурора, и в принципе приняли решение, что почти единогласно будет голосовать за его отставку. Пока это все новости, ждем встречи, которая должна начаться в 9 утра Порошенко с лидерами фракции, и тогда уже поговорим о тех результатах. Спасибо, Аня, за эту информацию. На связи с подробностями была моя коллега Анна Каменева. От меня вы на сегодня узнали все самое интересное и важное за этот день. Больше информации ищите на нашем сайте, подробности у ей. Спасибо, что смотрели. Завтра увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова